Я представляю город Ачинск, это у нас в Красноярском крае, вы знаете, ну в общем-то второй город, наверное, по численности, если не считать Норильск, хотя Норильск, как вы понимаете, хоть и человек, не живущий у нас в крае, у нас до Кемерово и Новосибирска ближе. Вот я четырежды избирался в депутаты против власти, Единая Россия обрушивала весь свою мощь на меня, она всегда проигрывала. Но я вам скажу одно, вот то, о чем вы сказали самое главное, если первые разы избираться было мне просто, то вот на четвертый раз сложнее всего. А сказать почему? Как раз на то, что вы ответили. Люди 30% всего пошли. Пошли бы 70, я выиграю легко. Так вот, что мы с вами сделаем, чтобы вот эти 70-то пошли? Они сегодня разуверились до такой степени, а особенно на периферии. И как вы говорите, вы сами жили в маленьком городе, периферийном. Если человек пришел где-то новый, ну хорошо, я в нем 40 лет, меня там каждая собака знает. Да, мне будет легко. А если мы дадим туда нового человека, это в Красноярске он пройдет, может быть и новый. А на периферии это сложнее, человек должен знать с детства люди. Ну вот как в поселке, как в периферийном городе. Вот что мы с вами все-таки, вот какой-то хоть один козырь, меня вооружите знаниями, мы применим, чтобы вот эти 70% завести в процентах. Пошли, что мы. Ну, давайте я буду уступать сугубо как рациональный человек, который рассчитывает на, скажу, этот проект, говорит, Майм и Шумайм. Я не прецедую на 70%. То есть я даже не уверен, что нам надо замахиваться на, понимаете, даже не на сами 70%, а на то, что мы до них дойдем. Мы не успеем до них дойти за оставшиеся полгода. Вот это надо понять. Я так, это вот из Москвы, я так вижу эту ситуацию, может быть вы по-своему ее перезагрузите. Но в моем представлении мы должны четко вычленить для себя те, ну, условно говоря, 20% электората, с которыми мы работаем. И к ним уже адресно, подетально, то есть вы для себя понимаете, это там заводчане или студенты, или владели, или кто угодно, и с ними работаете, потому что времени очень мало. Вот, допустим, мы взяли на минувших выборах, там, в Рязани, где мы победили, одну тему. Тему, связанную с образованием. В России 36 или 38 миллионов детей. Соответственно, у них за 70 миллионов родителей. Тема дистанционного образования, очень дорогого образования, тема ЕГЭ, тема баллонской системы, тема отсутствия вертикальной мобильности. Это тема, которая касается половины страны. И в том радикальном виде, в котором мы ее отстаиваем, ее ни одна партия даже не берется. Ну, условно, я как бы привожу пример. И вот через эту тему мы начинаем заходить к своему точечно, к своему конкретному избирателю, а не сразу ко всем. Потому что, давайте, ну, не скрывать, огромная часть России пребывает в дикости. Они ничего, кроме телевизора, не видели. Они никогда не узнают наши имена, никогда там не поверят за эти полгода. Скажут, ну, там какие-то там приехали, прохидеют Астап Бендер и Христаков в одной компании. Не поверят никогда. Ну, то есть, если вы там в своей деревне, городке, еще где-то, вы там отработаете, то в целом у нас нет этой возможности. И давайте не будем себя обманывать. Конечно же, в России всегда будет там половину, треть, половину населения голосовать просто элементарно, или как сегодня говорят молодые люди, тупо за власть. Вот какая бы не была власть. Я даже не говорю себе этого слова сказать, завтра Навальный стал бы президентом, они будут, ну, теперь Навальный, будем за него голосовать. И, е-мое, партия какая-нибудь, Навальный и Россия. И они будут тоже выступать, которые будут голосовать. Какая-то часть населения. Три точно. Потому что власть, власть, значит, надо за него голосовать. Увы, это так. Потому что, не, сейчас, послушайте, российские, у нас все были против Ельцина. Ну, я-то помню, что не все были против Ельцина. И вся страна, скотина похуже Навального, понимаете. И вся страна, ну, да, огромная часть страны говорит, ну, Борис Николаевич, как у нас говорил командир ОМОНа, пьяный, но царь. Не знаю, будем выполнять его предельную приказу. Вот, вот и все. Так и было. Поэтому не ставьте себе сверхзадачи. У нас нет для них времени. Я не буду говорить, что там не хватит медийных ресурсов, хотя их не хватит. Не хватит денег, может, кое-где и хватит. Ну, не хватит просто ног. Мы до них не дойдем. Не дойдем и не успеем к себе. Люди в России, это хорошо, на самом деле. Они консервативные. Вот они привыкли, что вот так вот есть. Нам надо те, особенно раздраженные, особенно ущемленные, особенно, как бы, ну, и люди, которые действительно верят в идеалы социализма. Это, на самом деле, это не просто козырь. Это то, во что мы сами верим. Это правда. Конечно же, надо, никто не верит в то, что КПРФ является социалистической партией. А мы социалисты. Мы реальные социалисты. Мы реально готовы отстаивать эти принципы. Вот. Поэтому никакого волшебника нет. И я поэтому именно начал наш разговор с того, что вы придумаете свою программу. Вы придумаете, а мы ее прочитаем, еще раз посмотрим, проверим по социологии, проверим по нашим возможностям, бюджетируем. И тогда уже будем понимать, как с ней работать. Поэтому это совместная работа. От нас чудес не просите. Но те вещи, которые в программе мы считаем самыми ключевыми, самыми ходовыми, мы, конечно, с вами обсудим. Вот я одну из тем не привел. Это тема образования. Она реально людей... Она меня сама волнует? Я один из четырех детей. Она очень многих волнует, потому что есть там то, что стоит обсуждать. Ответы на вопрос из Ачинска по поводу того, какие-то новые методы. Новый метод – это вот выход на улицы, борьба на улицах законными способами. Они все известны. Они уже в течение, ну не года, но чуть меньше года, они здесь, в Красноярске, в Красноярском крае, они уже применяются.